Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня в нашем обзоре будет новая дрипка от компании Blitzen и SuckMyMod Герметик RDA Устройство поставляется в довольно увесистом металлическом тубусе Сверху расположился логотип атомайзера Сбоку нанесено изображение компании, ссылки на социальные сети и описание Открываем крышку и сразу же видим атомайзер Под ним находится зип-лок пакет с фирменной шлицевой отверткой в форме ключа Переходником под 510 дриптип Бьюти-рингом, который увеличивает диаметр дрипки с 22 до 24 мм и защищает посадочную площадку мода от царапин Запасной пластиной для зажима спиралей Комплектом черных орингов И сквонг-пин с запасным винтом Также внутри упаковки разместилась инструкция Перейдем к атомайзеру Сверху располагается 810-й безоринговый красный дриптип, выполненный из ультом пластика На каждом дриптипе будет свой уникальный рисунок У купола достаточно толстые стенки, благодаря этому дрипка не будет сильно нагреваться, а сферическая обработка даст хороший вкус Далее идет база Прижимная пластина выполнена из керамики и зажимается одним мощным винтом Ниже находится отверстие обдува Купол держится на базе благодаря трем орингам В нижней части указано название атомайзера, серийный номер и есть напоминание о том, что дизайн этой дрипки создавался совместно с Плитсоном и Сак Маймот Теперь намотаем атом и попробуем его С помощью комплектного ключа откручиваем винт Ставить мы будем фьюзед клептоны от компании GeekVape на 5 витков диаметром 3 мм Устанавливаем спираль в стойку, проверяем, чтобы она стояла ровно над обдувом После плотно зажимаем винт и выравниваем спираль Откусываем ножки и выставляем небольшую мощность для прожига, в нашем случае это 20 ватт Нажимаем на кнопку Fire и начинаем аккуратно прожигать Нужно добиться того, чтобы спираль разгоралась ровно из центра Теперь установим хлопок и заправим новым вкусом жидкости Т Продеваем хлопок и обрезаем его С каждой стороны должно остаться примерно по 8-10 мм Укладываем хлопок в ванночке Прокапываем его и нажимаем на кнопку Fire Делаем это несколько раз для того, чтобы полностью избавиться от посторонних привкусов и запахов Выставляем необходимую мощность и парим У нас получилось сопротивление в 0,23 Ома Для такого сопротивления идеальная мощность от 40 до 50 ватт С вами был СигаретнетБай, до встречи на нашем канале! Субтитры сделал DimaTorzok